Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала Про Росток и не только И мы продолжаем с вами Здравствуйте Учел предыдущие ошибки Многие говорят, что я какой-то задумчивый, грустный Да, я задумчивый Почему? Потому что процесс этот Все-таки, как бы он не был упрощен Сейчас современными аппаратами Он длительный период Это настойка сахарной браги Все недели заставляет Потом это первая перегонка, вторая перегонка Отчистка, когда же мы дойдем до готового продукта Но так как мы уже были Дело движется ближе Поэтому мы становимся повеселее Так, сегодня я рассказываю, как проверить готовность браги Переливаем ее в куб И делаем первую перегонку А сколько она у нас, вот эта вот, простояла? Ну, грубо говоря, неделю Вот, перестал булькать гидрозатвор Я снимаю И смотрим здесь Ну, кто-то делает по-разному Ну, во-первых, да, еще не совсем она осветлилась Вот, есть такой сахаромер Вот, где последняя Отметка 0 Опускаем его сюда И смотрим Да, вот он утонул Выше 0 То есть она говорит о том, что Сахар практически переработан дрожжами И она готова Вот Также можно попробовать на вкус Она должна быть грековатой, да? Она грековатая Это второй способ Третий способ Кто-то тут спичку зажигает Она Должна не гаснуть Ну, вот, еще есть способ Еще есть спиртомер Вот, 40-градусный я беру Вот И она должна показать Ну, по идее, 14-15 градусов Вот Но не меньше, да? Ну, не меньше Вот здесь вот Ну, так как она еще Будет стоять Она показывает уже 12 градусов А почему она будет стоять? Ты же ее уже достал Я достал померить, посмотреть И рассказать людям Но она, пускай, еще пару дней постоит Она и более осветлится Еще наберет крепости Вот А потом мы ее перельем в куб Итак, как говорится Скоро сказка сказывается Да не скоро дело делается Прошло два дня Ну, да Станет вопрос Как перелить теперь браму Который готовен С такого большого куба Такой большой куб Можно использовать специально Для этого продаются Сейчас я так поверну Потому что не показывала еще куб Продаются специальные шланги Так называемая груша Где на конце стоит фильтр Его пускаем в брагу Качаем грушу Все, процесс пошел И началось прерывание Куб Вот Единственное, он занимает процесс Длительный Потому что шланг не очень Толстый, тоненький шланг Поэтому минут 20 Этот процесс занимает К сожалению, он у меня был Сейчас у меня его нет Я немножко его испортил Я пока не купил Я, значит, пользуюсь так Я кубчику 6 литров Сначала сливаю с этого куба Чтобы полегче было поднять Потом его аккуратно перерываю И сливаю в брагу туда Оставив осадок Вот Теперь, после этого Мы перейдем непосредственно К аппарату Вейн Значит, что? Хочу сказать Был приобретен такой аппарат Вейн 5 Вот Приобретена индукционная плитка Дорогое удовольствие 10 она стоит Вот Но В свое время По-моему, 10 даже плюс Да? Там где-то 1 с чем-то 12 Смотря где-то Не помню Но дорогое удовольствие Она 3 киловаттная Вот Со временем Немножечко Я от нее отошел Вот Расскажу, почему Ну, во-первых Куб у меня на 32 литра Как видите, он немножко большоват И если его ставить сюда Он металлическими краями Касается конца Плитки горячей После того, как плитка нагревается Термостат ее отключает от перегрева Ну, я вышел из положения Падал картон Но Еще один минус Она Настраивается на максимальную работу 3 часа И через каждые 3 часа Приходится за этим следить Чтобы не было такое Что-то даже Просматривали И настраивать Плитку опять включать Еще один минус Это Регулировка плитки Это шаг регулировки То есть Вначале он регулируется От 1000 Через 300 ватт Через 500 ватт Это немножечко Это немножечко Неудобно Для регулировки И Работа При работе уже Второй перегонки Поэтому От нее Немножечко мы отказались Но она в хозяйстве Хорошо помогает Можно вопрос еще такой Вот Я помню, что Когда Ты начал пользоваться Этой клиткой И подстелил картонку Прямо вот буквально На всю плоскость Вот у меня Например Возник вопрос А как Эта картонка Ничего с ней не случится Не будет ли там пожара Или чего-то Я думаю У женщин Тоже может возникнуть вопрос Мужчина может Конечно в этом Более продвинутый С электричеством Наверное Больше на ты Чем женщины Но вот тем не менее Да То есть Если сюда Картонку постелить Ничего не будет Тут плашное дно Это плитка индукционная Она греет только В месте Соприкосновения В том месте Где стоит Данное дно И если дно Ровненькое В данном случае Ничего не происходило Она не горела Вот Теперь переход Неподдельно К аппарату Вейн Пятый В данной ситуации Он Собран В том режиме Для первой перегонки То есть Здесь Два поворотных колена И Два куста Охлопителя И почему Вот сейчас вернулся Кому именно Этот куб Я взял 32 У него есть возможность Внизу Для подсидения Внутри тена Через кламповые Очень удобные Сидения Кламповые соединения Вот Приобрел 3-х киловатт Киловаттный тен И вот такое Пультик управления Шаг регулировки Через каждые 10 ватт То есть Очень удобно Подтепенно добавляют В данном случае Мы увеличим его На максимал На 3 киловатта Почему Потому что Мы перегоняем Сахарную брагу И нам тут нужно Взять свои 8 литров Спирта Сырца Со всеми головами И хвостами Что такое головы И хвосты Я расскажу уже Когда будем заниматься Второй перегонкой Дробной То есть Брать уже Нужный нам Качественный продукт В данном случае Нам нужно Как можно быстрее Вот Перегнать Данную брагу Хороший Большой холодильник Позволяет делать это На максимальной скорости Время затрачено На эту Перегон Составает Не более Трех часов Более трех часов Значит Аппарат Собран В данном случае Он у меня уже Включен Вот Здесь есть Температурный Датчик Такой Термометр Он показывает Процесс нагрева Самого куба Значит До Процесс Отбора Начнется Где-то С 80 градусов Когда достигнет 80 градусов Поэтому Данную систему Она подключена У нас К Водозабору Вот Там Сейчас покажут Есть кранчик Который Где включается Холодная вода Она поступает На начало Холодильника И потом Прохладя через Холодильник Идет Повозвращается По шлангу Дальше В слив Вот Сразу хочу сказать Здесь диаметр По-моему Двух дюймовый Если я не ошибаюсь Это говорит Что внутри Больше трубок Раньше Больше трубок Если больше трубок Значит больше Холодной воды И здесь на холодильник Лучше То есть Позволяет увеличить Скорость Вот До 75 До 76 Градусов По датчику Пока нет смысла Включать Холодную воду Ее тратить Потом Когда начнет Плавно подходить Можно уже Потихонечку Включать Холодную воду Холодную воду И когда начнется Процесс Мы увидим Струю Можем Померить Вот здесь Вместо Мерный стаканчик Вот здесь Вот Мы можем Набрать Со струи Данного продукта Есть Спиртометры И измерить Начальный градус Данной струи Как правило Она больше 70 градусов 74 75 И Литра 3 Она продолжает Держаться Где-то Такого градуса Потом Она плавно Постепенно Начинает Падать И мы Продолжаем Гнать Данный продукт Где-то До 40 Градусов 38 40 Градусов По градуснику Это должно Соответствовать Где-то 96 Градусов Ну вот Прошло Минут 30 35 Куб Нагрелся До заданной Температуры Это где-то 81 82 Градуса И начался процесс Оба холодильника Холодненькие Проверяем Это значит Очень хорошо Вода на выходе Тоже еле тепленькая Не должно быть горячей Вот Значит неправильно Холодную Тоже будет перерасход Вот Сейчас Я уже начал наливать Сейчас еще долью Дособеру Данного продукта Такую колбочку Вот И мы теперь Померим Температуру Начальную На выходе Ну вот У нас 72 72 градуса Выход Данного продукта Вот И теперь Мы будем Набирать его 8 литров Надеемся взять Вот Отбирать будем До 40 градусов Это значит Температура На кубе Вот Ей стоит Термометр Вот Она будет близиться К 96 Вот Потом Проверим Ближе к 96 Градус На выходе И соответственно Будем заканчивать Отбор Данного Продукта Ну вот Прошло Где-то около часа С момента отбора Продукта Где-то около часа Мы набрали Три с половиной Почти сейчас Вот 4 литра Вот Набрали в колбочку Со струи Проверить Сколько градусов Вот здесь уже Стало 62 Было 72 Стало 62 То есть на 10 градусов Она упала Ну половину Мы считай Практически Уже отобрали Вот дальше Будем смотреть Дальше отбирать А там какая температура А там температура По-моему 89 Сейчас я посмотрю Ну практически Ну 90 Ну вот вторая Вторая хорошая Держится хорошо Продолжаем отбор Вот 95,7 Почти 96 градусов Кубе Почти 8 литров Там грамм Без 100 грамм В нашей Нашей баночке Мы набрали Замерили Сколько градусов Струе 39 То есть практически Мы Своего добились Выключаем Тэм Закрываем Водок Потом измерим Перед началом Второй Перегонки Дробный Сколько градусов У нас получилось Весь Все 8 литров Вот Разбавим До 40 градусов И будем Перегонять Делаем вторую Дробную Перегонку Но это уже В следующий раз До свидания Итак Вы были на канале Про Росток И не только Ставьте лайк Это пальчик вверх Нажимайте на колокольчик И подписывайтесь на канал Мы рады Всем друзьям Всего доброго